А вы слышали когда-нибудь о палеохнологии? Скорее всего нет. К примеру, в русскоязычном интернете этим словом интересовались лишь 11 раз за последний месяц. Однако это очень интересный раздел палеонтологии, изучающий взаимодействие живых организмов с окружающей средой. В отличие от палеонтологии, эта наука может больше сказать не о внешнем облике, а о поведении в далеком прошлом. Следы, которые изучает одна наука, могут также рассказать о поведении человека и его взаимодействии с доисторическими животными, тем самым обеспечивая моментальный снимок прошлой жизни. В исследовании, о котором пойдет речь, ископаемые следы из Среднего Ошеля были обнаружены в мелкокунтуре Эфиопия еще в 1965 году французскими учеными во главе с Жаном Шавайном. Но начиная с 1999 года в руководящую роль в раскопках играют итальянские ученые. За последние 50 лет десятки участков, в том числе и многослойных, были раскопаны во врагах, притоках и долинах реки Аваш на высоте 2000 метров над уровнем моря, представив миру богатые сложные археологические, палеонтологические, палеоэкологические данные, которые обеспечивают понимание полеобстановки и палеоэкологии в прошлом. А также позволяют более детально воссоздать ландшафты, в которых жили протоантропы или гильдербергский человек 700 тысяч лет назад на этой территории. Следы газелей, бегемотов, носорогов, слонов, лошадей, птиц и древних людей были отпечатаны в мягком грунте и сохранились благодаря покрытию вулканическим пеплом. Помимо этого были найдены каменные орудия труда, остатки фауны и свидетельства указывающие на места разделки добычи, что позволяет ученым установить точную реконструкцию местной окружающей среды и поведение протоантропов на этой территории. Особое внимание ученых привлекли детские следы, хотя из-за размеров и незнания процессов развития гильдербергских людей трудно установить возраст оставивших их детей. Потому как если опираться на развитие детей у Homo sapiens, дети с таким размером ног еще не могли ходить. Однако найденные следы указывают на то, что дети стояли рядом со взрослыми в момент, когда они разделывали тушу бегемота. Но размер самых маленьких следов указывает на возраст от 6 месяцев до года. В современном мире уже сложилось определенное представление о воспитании детей, но вряд ли подобные методы использовались в древности, особенно 700 тысяч лет назад. Но есть находки из юго-западной части Африки Уолфишбэй в Намибии, которые более хорошо изучены, хотя их возраст всего около полутора тысяч лет. Согласно следам из Намибии, в тех местах небольшая группа детей и подростков из семи или одиннадцати человек посла коз, причем младшим детям было всего около пяти лет. И судя по изменениям глубины и узору следов, дети вели себя игриво. Находка из Намибии проливает свет на воспитание детей в прошлом, когда дети принимали участие в повседневных делах взрослых без особых поблажек. Проще говоря, в детские садики с игрушками их не водили. И дети впитывали взрослые навыки с самого раннего возраста. Довольно интересно представлять жизни воспитания детей в те времена. Хотя многие культурные традиции по воспитанию детей разнятся и сейчас. Существует общество, где маленькие мальчики помогают по хозяйству с самого раннего возраста, а девочки ухаживают за детьми. При этом детям доступны всевозможные орудия труда и даже оружие, как средство для обучения. Вполне возможно, что и маленьким детям из Эфиопии, наблюдавшим за разделыванием бегемота 700 тысяч лет назад, разрешалось и практиковаться на отброшенных частях туши, получая навыки работы с инструментом. Много существует свидетельств участия детей в древней жизни общества. Так находки следов в Аргентине, оставленные в прибрежных илах 7000 лет назад женщинами и детьми, указывают на то, что дети принимали участие в сборе морепродуктов. А детские следы возрастом в 15000 лет из пещеры Тюк-О-Дубер во Франции, где были найдены скульптуры бизонов, возможно указывают, что они присутствовали там во время работы древних скульпторов, также получая начальные навыки. Также очень интересна находка палеихнологов, сделанная в прошлом году в Элереете, Кения, где были найдены следы хомо-эректуса возрастом в полтора миллиона лет. Тогда посчитали, что следы принадлежат мужским особям, которые занимались охотой. Скорее всего в древнем обществе было четкое половое различие обязанностей, когда женщины и дети оставались в других местах, в то время, когда мужчины охотились. Все эти данные свидетельствуют о том, что слаженная работа палеихнологов, археологов и геологов позволяет более объемно взглянуть на жизнь в далеком прошлом на нашей планете. Субтитры создавал DimaTorzok